МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Пронизывающий голос со сцены, тяготы 40-х годов, нетленный подвиг нашего народа. Все связалось воедино. Вместе с мамами, бабушками, мы изо всех сил трудились на земляных работах, на берегу Сурун. С местным людям из близлежащих деревьев мы сооружали километры рвов. Патриотический марафон «Рубежи Победы» открыли в республике Чувашия годом ранее. Присоединились удостойные почетного звания города трудовой доблести, где в тылу днем и ночью уковали победу. К ним относится и Ульяновск. И мы с вами являемся носителями этих традиций, носителями этих подвигов, отношений к жизни. И, несомненно, когда сегодня в очередной раз перед нами встает проблема или вызов, практически аналогичный тех времен, у нас нет другого ответа, как объединиться. Очень тепло на душе от того, что сейчас в этом зале я вижу столько молодых, отзывчивых и неравнодушных зрителей, потомков и наследников Великой Победы, тех, для кого слова «Родина», «Отечество», «Память» ценны и значимы. Не затмить молодые умы ложью помогают носители истории. Правду, тех страшных событий они знают из первых уст. Галина Лучшева работает директором Ульяновского музея патронного завода. Ее труд отметили памятной наградой. То есть мы можем передать молодежи тот дух России, что Россия всегда была одним из самых развитых стран мира, очень патриотичных, способных помогать другим. На стендах площадки марафона строки о подвигах народа. В этом году исполнилось 80 лет с открытия Волжской ракады. За тысячу километров железнодорожной линии, протянутой в 42-м, от станции Иловля до станции Свияжск стоят наши земляки. В рамках проекта было проведено очень много мероприятий. Одно из них – это сбор информации, исследования, исследовательская работа, и затем организация выставки, выставочного пространства. Мы всегда говорили и помнили о том, что регионы по Волжье в годы Великой Отечественной войны и во время становления народного хозяйства после Великой Отечественной войны всегда были вместе. И сейчас условия специальной военной операции, они тоже заставляют нас напомнить нашим молодым людям, что и сегодня мы в этих сложных условиях вместе. Следующая площадка для патриотического марафона – Республика Башкирия, город Уфа. Александра Никитина, Александр Кудряшов, Уллправда ТВ.